друзья всем привет сегодня разберем как создать пиксель сортинг эффект daVinci Resolve используя наименьшее количество нот поехали буквально на днях я видела пример сборки эффекта пиксель сортинг daVinci Resolve и вот чтобы вы понимали вот так выглядело дерево нот оно у меня даже не помещается вот такое количество нот я бы сказал что это не самый оптимизированный вариант поэтому мы с вами будем придерживаться правила меньше нот и соберем это буквально за самое малое количество нот которое можно поехали для создания любого перехода я рекомендую на тайм-линии накинуть на стык двух клипах любой базовый переход daVinci Resolve будем использовать cross-dissolve правой кнопкой по нему нажимаем и convert to fusion transition переходим сразу на вкладку fusion выбрав этот переход и здесь у нас появляется группа cross-dissolve мы ее сразу разбиваем on group и у нас образуется одна нода dissolve которая помогает смешивать нам два наших видео здесь у нас уже состоит выбранный модификатор animal curve допустим мы его сбросим переходы всегда лучше всего строить с помощью анимационной кривой поэтому мы ее подключаем animal curve у нас включается сразу модификатор источник transition тип перехода у нас будет кастомный мы будем использовать нарисуем шейповую форму то есть достаточно быстрый переход далее мы всегда можем подстроить вы здесь настраиваете индивидуальную скорость перехода и у нас offset и scale то есть offset начинается с нуля это базовое значение scale это единица измерения на которую будет изменяться наш offset и правило здесь арифметического сложения то есть у нас переход от нуля background растворяется и превращается foreign ground отлично далее мы будем создавать непосредственно сам эффект пиксель сорте он применяется не для всего изображения а для определенной какой-то области для этого лучше всего использовать lumacare мы добавляем lumacare и в lumacare у нас есть возможность выбирать светлые области то есть мы поджимаем значение маски и у нас выбрана уже определенная область это нам и нужно далее нам потребуется но до одна из самых популярнейших нот которую вы будете использовать это дисплейс и картой искажения будет служить другая очень важная но да fast noise мы ее подключаем зеленый вход в дальнейшем мы все равно смешаем изначальное изображение мы его подключаем в качестве бэкграунда и подключаю на данный момент к нему дисплейс в качестве foreign ground так что мы видели вообще происходящее искажение и так дисплейс и мы выберем тип искажения будет по x y и как раз давайте будем с вами смещать по y рефрекшн у нас будет анимироваться а далее мы сейчас с вами создадим карту изменения и за это у нас будет отвечать как раз наш фаснойс фаснойс и заходим и первое что мы сделаем снимаем галочку и поднимаем x kill я хочу так чтобы это у нас была такая достаточно острые линии вот примерно так мы можем опустить bright нас поднять как контраст и это все непосредственно влияет на наш рисунок смотрим здесь мы создаем и вот у нас уже определенное искажение появляется то есть то каким образом выглядит фаснойс таким образом и будет выглядеть искажение далее к примеру к ним фаснойсу мы всегда можем подключить брайта сам контраст и регулируя гейн мы тоже самое влияем усиливаем данный к примеру эффект то есть мы можем повысить это значение настроим анимацию перехода по y рефрекшн с помощью анимационной кривой от 0 до 0 минус 0 1 где-то для этого подключаем анимационную кривую анимаем керф переходим и у нас также стоит офсет от 0 до допустим минус 0 1 и мы хотим что так чтобы это движение было обратно поэтому мы просто выбираем мироу то есть у нас сейчас анимация максимального пика достигает в середине и потом начинает уменьшаться это мы достигли с помощью мироу к примеру мы можем подключить определенный тип анимации это то как будет анимация в начале и также out примеру экспо как она у нас будет с какой скоростью происходить конце но здесь вам никто не мешает к примеру настроить кастомный переход добавив примеру шейповую форму и соответственно мироу если мы таким образом выстраиваем нашу кривую то миру нам уже здесь не потребуется потому что мы сами создали этот эффект мироу но вроде бы какое-то малое количество нам недостаточного этого эффекта поэтому здесь нам потребуется такая нода как дубликейт обычный дубликейт который позволит сдублировать изображение частности искажения и здесь мы можем добавить но к примеру 5 копий это зависит от того насколько вы хотите пригружать свою систему и также мы можем здесь сдвинуть положение по центру y что как раз и будет создавать эффект пиксель сортина соответственно этот параметр нам необходимо будет заанимировать дабы мы не видели такие баги в самом начале так как этот центр x y мы не можем заанимировать с помощью animal curve сразу мы сначала выбираем x y путь переходим и здесь у нас уже есть возможность анимировать отдельно x и y и поэтому мы в y анимируем с помощью animal curve и здесь у нас положение от 0,5 до насколько мы будем ее сдвигать на ну допустим 0,2 тип интерполяции мы выстраиваем с помощью shape а как это позволит настроить переход более индивидуально отличный но мы теперь увидим что у нас возникает определенные баги связанные с тем что мы все-таки изображение сдвигаем вверх поэтому нам здесь потребуется размыть directional blur сработает очень замечательно угол под 90 градусов так он так как у нас вертикально и здесь мы как раз можем размыть примерно 0,22 позволяет нам достигнуть эффекта на размытие так чтобы баги не смотрелись достаточно ярко выражена поэтому мы также анимируем с помощью анимационной кривой переходим но любое размытие связано с тем что мы теряем информацию и не хотелось бы конечно ее терять поэтому мы здесь можем воспользоваться нодой on sharp mask которая позволяет увеличить резкость на краях мы здесь можем повысить чтобы эффект был виден только в процессе перехода мы конечно анимируем и в этот раз мы будем анимировать параметр blend тип интерполяции sign and expo сам эффект собран то есть нам для создания в этой этого эффекта потребовалось всего 6 нот остальная доработка поэтому к примеру мы в десолфе можем выбрать тип изменения не просто растворение так чтобы было интересно а градиент вайп и задать с помощью первого изображения градиент по которому будет происходить растворение сделать может быть чуть-чуть его интереснее растянуть доработать мы еще можем создав движением каждого плана по отдельности для этого мы можем использовать ноду transform только необычная нода которая доступна на вкладке fusion а openfx transform вот она находится чуть ниже ее преимущество в том что здесь есть отдельные параметры для регулирования x и y и здесь достаточно качественный motion blur поэтому будем использовать для создания движения и так в первом трансформе который отвечает за передний план для начала мы будем анимировать о игреку позицию здесь в advanced options мы сразу можем тип края изменить на рефлект модифицируем с помощью анимационной кривой обратите внимание что точка отсчета здесь является 0 они 05 как в обычном трансформе поэтому у нас начало от движения от 0 одну допустим пускай до 0 6 сменится и здесь у нас будет кастомная кривая то есть где-то к середине перехода уже результат будут достигнут поэтому посмотрим здесь под можем подстроить нам нужно за анимировать вторую ноду transform здесь у нас также будет тип края рефлект и анимируем помощью анимационной кривой только у нас движение будет снизу то есть изначально будет находиться в 0 6 и нам нужно прийти к нулю поэтому просто ставим минус 0 6 то есть правило арифметического сложения и тип интерполяции здесь мы можем выбрать чтобы не настраивать анимационной кривой можем выбрать предустановки к примеру экспо давайте посмотрим дорабатывать любой эффект можно бесконечно но основная суть что данный эффект можно собрать всего за 6 нод это я и хотела показать но так как мы с вами делаем переход давайте сразу закончим то есть нам нужно создать пресет переходов поэтому мы выбираем ноды которые будут включены в пресет в той последовательности как мы хотим чтобы располагались параметры для анимации то есть мне здесь важно сначала выбрать первый трансформ один который отвечает за за первое изображение потом я выбирать трансфор 2 который отвечает за движение второго изображения выбирать без десол и к примеру я хочу регулировать брайт нас в люмакеер возможность настроить маски и в direction on blur хочу регулировать размытие все все остальные параметры уже не столь важно как они будут выбраны потом выбираем шарпы и в самом конце выбираем марш нажимая правой кнопкой macro create macro здесь называю как я хочу назвать свой переход и параметрах выбираю те настройки которые я бы хотела чтобы они были у нас активированы к примеру гейм я назову intensity и говорю файл сохранить как группа я предпочитаю группу и здесь темплейтах выйдет transitions мы сохраняем наш переход перезагружать не нужно переходим на вкладку сразу идем в transition и и наш переход уже готов с теми параметрами настройки которые вы выбрали таким образом вы можете создать свой индивидуальный переход кстати наш мега пак переходов пополнился несколькими новыми категориями включая пиксель сортинг поэтому не забудьте обновиться в вашем личном кабинете так чтобы вы уже могли пользоваться новой версии пока ну что ж до новых встреч удачи